И сейчас мы поговорим на эти вопросы. Современные методы лечения ран при оказании палеотипной помощи нам расскажет Ирина Анатольевна Калашникова, руководитель Центра реабилитации пациентов, институт коллапрактологии Рыжих Минздрава России, кандидат медицинских наук. Пожалуйста, Ирина Анатольевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада участвовать в такой интересной конференции. И сегодня мы поговорим с вами о современных методах лечения ран при оказании палеотипной помощи. Конечно, в этой аудитории, наверное, не надо говорить, что такое палеотипная помощь и что она призвана сопровождать пациента до конца его дней. Конечно же, вы прекрасно все знаете, что палеотипная помощь – это многокомпонентная, достаточно включающая целый ряд мероприятий. Но мы сегодня поговорим именно о медицинских аспектах палеотипной помощи. И конкретно мы с вами обсудим вопросы лечения ран. Тема эта более чем актуальна, потому что по данным литературы различных авторов, раны совершенно разного характера развиваются в конце жизни почти у 35%. Большая часть этих ран, к сожалению, пролежные до 50%. Есть раны ишемического характера. Ну а остальные 30% – это, можно сказать, смесь различных ран, в том числе ран послеоперационных, после перенесенных хирургических вмешательств, различного характера повреждений кожи. И, к сожалению, неоперабельных, малигнизированных опхоли, которые не удалось удалить, и которые представляют вот такую довольно специфическую по своему характеру рану. Наверное, я думаю, что у нас нет четкой статистики о количестве пациентов, которые нуждаются в такой помощи. Но по данным зарубежных авторов, около 2 миллионов пациентов находятся в хосписах в Соединенных Штатах Америки. И у этого количества пациентов, по статистике, около 700 тысяч ран, которые нуждаются в уходе. Это вот среднегодовые данные. В чем отличие оказания помощи? Потому что лечение острых ран после операции и лечение ран при окатании паллиативной помощи – это разные вещи. И если при лечении раны в обычном хирургическом отделении цель лечения – это заживление, ликвидация раневого дефекта, то при паллиативном уходе основная задача – это контроль за симптомами раны. Но целью, конечно же, мы должны оказать комфорт, чтобы пациенту было комфортно для каждого пациента в зависимости от его потребностей. И постараться сделать так, чтобы рана не оказывала или в минимальном количестве оказывала влияние на качество жизни. Вылечить, к сожалению, мы редко когда можем, особенно если лечить от амалигнизированных ран. Но, как и всегда, в последнее время пациентно-ориентированная модель здравоохранения становится приоритетной, но в паллиативной помощи эта задача должна быть, скажем так, в квадрате. Что важно, и об этом говорят специалисты, которые имеют огромный опыт в этом, что мы должны лечить не рану, а самого пациента. Согласитесь, это в какой-то степени может быть похоже на известное изречение Гиппократа, что надо лечить не болезнь, но больному. Но вот то, что касается ран в паллиативной помощи, фокус должен быть, конечно, на пациента. А все наши знания по лечению ран мы можем уже применить. Я уже акцентировала ваше внимание, что, в принципе, лечение ран при оказании паллиативной помощи, оно носит, скажем так, симптоматический характер. То есть, прежде всего, мы должны контролировать такие симптомы, как боль, запах из раны, контроль эксудата, и, к сожалению, раны, особенно малигнизированные, они могут достаточно интенсивно кровоточить. Ну а теперь, как бы, каждый из этих симптомов, как его распознать, как с ним бороться, мы сейчас с вами и рассмотрим. То, что касается структурирования этого лечения, то должно быть, оно построено следующим образом. Мы должны все-таки стараться, несмотря на то, что мы не ставим целью контроль уменьшения раны, мы должны все-таки смотреть, чтобы она у нас хотя бы не расползалась. Мы должны контролировать, чтобы не было давления. Ну и, конечно, это актуально для всех видов раны, но у паллиативных пациентов тем более должны предотвращать инфекцию. И, как я уже упоминала, контролировать запах. Обязательно контролировать и оказывать помощь в отношении боли пациента. То, что касается инфекции, то по показаниям, у нас с вами сегодня естественная конференция, эта сфера, скорее всего, врачебная, но нужно понимать, что для борьбы с инфекцией могут быть применены и системные инфекции. И антибиотики, системные антибиотики. Антибиотики, конечно же, должны использоваться только согласно четкому руководству врача. Если рана выраженный некроз, фибрин, то прежде чем накладывать какую-либо повязку на рану, необходимо ее обработать, удалить нежизнеспособные ткани. Но опытные перевязочные сестры иногда это умеют делать и сами. Но, в общем-то, это следует делать вместе с врачом. Но в качестве хорошего профилактического современного средства для предотвращения инфекции является использование специальных антимикробных повязок, содержащих антисептики. Но и современными такими повязками является серебросодержащие повязки. И мы об этом будем говорить немножко подробнее чуть позже. В целом же, лечение источника инфекции при палеотерапии за рану он может и воздействовать на проявление других симптомов, таких как запах, большое количество эксидата, ну и, конечно же, боль. Поэтому лечение должно быть комплексным. То, что касается раневого запаха, конечно же, если рана ухожена, если ее регулярно очищают, если мы контролируем инфекцию и не кормим патологическую флору нежизнеспособными тканями, то вероятность возникновения запаха, она, конечно же, значительно уменьшается. Для уменьшения запаха мы можем использовать местно при лечении такого рода ран, можем использовать метронидозол, особенно если флора в этой ране носит народный характер. Существуют некие современные повязки, которые содержат активированный уголь для перевязок. Тоже возможно. Внешние поглотители запаха тоже могут использоваться. В некоторых клиниках применяют, используя диффузоры, эфирные манусла. Но, в принципе, конечно же, использование повязок с серебром или пропитанных антисептиками также будут способствовать удалению запаха. То, что касается боли, да, в паллиативной помощи этот симптом важен при оказании всей помощи. Но если боли дополнительно вызываются ранами, то мы должны очень внимательно не просто лечить эту боль, но и организовать уход таким образом, чтобы смена повязок, например, вызывало наименьшее страдание у пациента. Потому что есть такие повязки, которые образуют гель, есть средства для снятия этих повязок, для того, чтобы уменьшить телене и проявления. Некоторые раны сухие бывают у пациентов при оказании паллиативной помощи. Но большая часть является все-таки достаточно большим количеством эксудата. И при обильном эксудате, конечно же, в идеале использовать не просто марлю, которая сама через несколько часов становится источником инфекции, а впитывающей повязки, абсорбирующей повязки, которые достаточно хорошо впитывают эксудат и запирают его внутри себя. В идеале использование такого рода впитывающих, абсорбирующих повязок с теми, у которых не клеятся или клеятся с помощью гидроколлоидного состава, чтобы свести к минимуму травматизацию раны. И повторяю, мы об этом говорим все время, что цель лечения ран при оказании паллиативной помощи – это не заживление ран, а все-таки контроль раны и уменьшение дискомфорта у пациента вследствие наличия ран. Конечно, к сожалению, не всегда и не везде можно применять в силу, как правило, экономических причин современные средства. Но, тем не менее, мы должны понимать, что есть сейчас современные повязки, а вот вата, марлер, различные текстильные материалы – все-таки это уже устаревшие повязки, которые, к сожалению, не отвечают всем тем многочисленным требованиям, которые мы предъявляем к современным повязкам. В чем разница современных повязок по характеристике? Идеальная повязка, она должна обеспечивать влажную среду в ране, потому что в таком случае возможно рассчитывать хоть на какую-то эпитализацию. Современная идеальная повязка в идеале должна обладать антибактериальным действием, при этом обеспечивать адекватный газообмен. И, как мы уже говорили, что современные повязки разного класса, в том числе и комбинированные существуют повязки, с разным механизмом абсорбции, она должна современную повязку хорошо, эффективно удалять эксидат и в идеале запирать его внутри повязки. Конечно же, повязка должна предотвращать вторичное инфицирование раны и континаминацию окружающей среды. В идеале она должна быть конгруентной, то есть повторять поверхность раны, прилегать к ней, не оставляя так называемых мертвых пространств. И такая умная повязка, выполняя одновременно нескольких вот таких непростых функций, она становится достаточно удобной. Почему? Потому что такая повязка, ее не надо менять очень часто, а для пациентов, которым оказывается палеотимная помощь, это вдвойне актуально. Но и экономичность не только в плане того, что мы реже меняем эти повязки, экономичность этой повязки, хотя если мы будем разбираться, каждый из этих повязок кажется, что она много дороже марли, но за счет того, что она меняется реже, за счет того, что она многофункциональная, за счет того, что персоналу меньше приходится тратить время на перевязки, все практически окупается, и на этот счет существуют даже наши отечественные исследования, которые проводят сравнительную характеристику между повязками с использованием марли и с использованием современных раневых покрытий. Отдельно хочу остановиться на серебросодержащих повязках. Они достаточно универсальны, эти повязки. Почему? Потому что ионизированное серебро имеет очень широкий спектр антибактериальной активности даже против таких штаммов, которые устойчивы, даже против госпитальной флоры. И на этот счет есть масса исследований различной серебросодержащей повязки в разной степени, но тем не менее сохраняет вот этот антибактериальный эффект даже тогда, когда повязка полностью наполнена эксцидатом. И при сравнении, довольно любопытная статья, именно при сравнении традиционных повязок в общем, и при разных локализациях, в области крестца, в области ноги и так далее, вы можете увидеть, что нижняя сиреневая линия – это эффективность, а здесь до 50% верхняя, эффективность применения повязок обычных, традиционных и все-таки современных повязок, которые существуют, они, конечно, гораздо более эффективны. Ну и теперь о трудном, не так часто встречающемся, но тем не менее существующем, о молебнизированных ранах. Это когда происходит, например, рецидив после удаления рак молочной железы, когда, как неудалимые опухоли в области шеи, они могут выглядеть такие, молебнизированные раны, в виде такой солидной язвы, она достаточно болезненна, она достаточно кровоточива, вот, но некоторые молебнизированные раны имеют такой экзофитный рост и выглядят, имеют такой вид грибовидный. Ну, не так часто они, как я уже упоминала, встречаются, до 10% с метастатическими проявлениями у них могут разливаться такие язвы, и где-то от 5 до 15% в целом, но не более, у пациентов, страдающих теми или иными формами рака. Ну, они могут носить единичный характер, да, могут сливной, могут объединяться, но основное, это неудержимый рост опухоли, ведет к неудержимому такому прогрессированию вот этой раны, и для таких ран, конечно, актуально все те параметры, о которых мы говорили. Выглядеть они могут вот таким образом, вот в подмышечной, например, впадине, да, прорастание ткани уже, грибовидные вот здесь, ну, различные, они довольно плотные, эти раны. Ну, я думаю, что, как правило, когда пациенты оказываются в палеотинной уже отделениях или в отделениях хосписа, как бы уже диагностика молебнизации этих ран так или иначе состоялась, и вам не нужно этого. Значит, все те параметры, о которых мы говорили, контроль акседата, запах, кровотечение, контроль боли, они актуальны для этих ран, конечно же. Но здесь можно так еще структурировать оказание помощи этим пациентам, что у них есть просто чисто вот такие сестринские именно манипуляции, превентивные такие манипуляции, меры, таким пациентам необходимо оказывать помощь при купании, конечно же, стараться на такую рану накладывать по вязку, которая не приклеивается. Но методы очистки должны быть щадящие. Конечно, мы не должны использовать для очищения раны ни в коем случае, хотя это общепринято и часто встречается, особенно в пирологическом отделении, никакие перетеси. Раны очищаются просто физиологическим раствором вначале, а потом уже растворами, содержащими антисептику. Ну и для использования защиты краев раны сейчас существуют различные современные защитные пленки в виде спрея, которые непораженную кожу можно использовать для того, чтобы даже при попадании эксудата из раны не раздражало, не было вызвано дополнительного раздражения. А если все-таки повязка приклеивалась, существуют опять же аэрозольные такие спреи для безболезненного снятия повязок. Ну а вот уже другие такие вещи, как кровотечение, приостановить рост раны, это уже сфера врачей, и при этом может использоваться различные современные методы лучевой терапии. При кровотечениях иногда используется эмболизация сосудов, ну и криотерапия, ну и некоторые там электрококуляции иногда. То есть это уже, в общем-то, врачебная компетенция, если вы видите, что рана кровоточит, ну как минимум первое то, что вы можете сделать, просто положить на эту кровоточащую рану гемостатическую губку. И это проблема не только паллиативной помощи, пролежней, но это проблема многих лечебных отделений. Но именно при окатании паллиативной помощи пролежней является наиболее актуальным. Потому что замечено, что именно в конце жизни, когда организм угасает, вероятность возникновения пролежней увеличивается, а этому способствует и снижение двигательной активности, и постельный режим, и иногда нарушение сознания, в ряде случаев это старческий возраст, обезвоживание пациентов, нарушение питания. То есть факторов для этого возникает много, и все эти факторы именно характерны для пациентов, которые находятся в отделении паллиативной помощи или в хосписе. Есть такие данные, что большинство пролежней в хосписе происходит как раз в финале жизни такого рода пациентов за две недели до смерти. И оно так или иначе совпадает, коррелирует с постепенным угасанием организма, с его отключением периодических систем организма. Анемия, гипопротенемия у некоторых пациентов, которые получают химиотерапию или цитостатики, это все факторы риска у пациентов, которые лечатся. Конечно же, много раз об этом говорили, но думаю, что это повторение мать-учения, что профилактика пролежняя, это, конечно же, прежде всего аккуратная, без складок заправленная постель. Это, конечно же, по возможности перемена каждые два часа положения пациентов в постели. Аккуратное перестилание, использование, обязательно подмывание, потому что кроме пролежней, возможно, еще и развитие периональных дерматитов, а когда это совпадает, это все превращается в внуку для пациента. Поэтому, конечно, вы, я думаю, все это знаете даже лучше, чем медсестры в обычных хирургических отделениях. Но мы всегда должны помнить, что пролежни легче предупредить, чем потом их лечить. Но, полагаю, что в этой аудитории вы тоже прекрасно знаете, что пролежни подразделяются в зависимости от степени повреждения кожи. Чем глубже выражено повреждение, тем более выражена стадия процесса. Но это не просто красивая классификация. Но в основе нее лежит, что в зависимости от стадии мы должны применять разные раневые покрытия. В первой стадии, когда есть еще только покраснение, которое само по себе может пройти, если мы ликвидируем давление в этой области, целостности кожных покровов пока еще не наблюдается. Но признаком начала образования пролежни как раз является появление белого пятна. И вот в этой стадии здесь можно еще применять просто профилактические средства. Повязки, как правило, в этой первой стадии не требуются. Но, например, использование вот той самой защитной пленки в спреи, о которой мы говорили, некоторых видов защитных подсушивающих кремов, оно может сыграть хорошую профилактическую помощь. Уже во второй стадии начинается повреждение эпидермиса, появление язвы. И это уже появляются и боли. Потому что оголенная дерма, решенная эпидермиса, она реагирует на любое прикосновение. И вот в этой уже ситуации, конечно же, могут потребоваться повязки. Более глубокое повреждение в третьей стадии всех слоев кожи, когда происходит разрушение вплоть до мышечного слоя. Ну и, конечно, вот такая рана, она может выглядеть и не только гиперемия, не только язва, но и быть некротические ткани. Ну а четвертая стадия, это уже совсем глубокий некроз, когда могут появляться, особенно если в области крестца, даже поверхность сухожилия и кости. Ну и, как правило, это уже очень запущенная стадия, при которой есть полости. В первой стадии, как мы говорили, что, в принципе, можно обойтись и без повязок, но если использовать, то и так называемые гидроколлоидные повязки, которые, по сути, работают как вторая кожа, защищая, укрепляя как бы эпидермис. Сам по себе гидроколлоидный слой, он обладает рано с оживляющими свойствами, и если небольшие поверхностные повреждения есть, то, в принципе, эта повязка может находиться до 3-4 суток, и поэтому она оказывает достаточно хороший лечебный эффект. Когда уже во второй стадии появляется раневой дефект, есть к суда, гидроколлоидная повязка в какой-то степени может его впитывать, но здесь зависит уже от количества ран и от их поверхности, и здесь возможно уже сочетание гидроколлоидных повязок и впитывающих повязок, тем более, в современной есть некоторые повязки, есть такая повязка «Грануфлекс-сигнал», которая имеет окраска повязки, она становится такой мутной, сигнализирует о том, что вся возможность уже абсорбирующей этой повязки, она ликвидирована. Если имеется некротические ткани, то они очень хорошо размягчаются и впитываются при использовании гидроколлоидных гелий. Но если вы видите, что повышенная температура, если появился запах, то есть появились признаки инфицирования ран, то мы не имеем возможности использовать далее гидроколлоидные повязки, потому что это способствует распространению инфекции. При четвертой стадии, когда раны уже явно инфицированы и некротизированы, здесь, конечно, уже обойтись без помощи врача, медсёстры не смогут, потому что нужна и некротомия, нужно применение уже противовоспалительных каких-то агентов. Но чисто при перевязке в идеале использовать повязки, которые обладают хорошими абсорбирующими свойствами, впитывающими. Это или альгинатные повязки, или повязки типа гидрофайбер, или комбинированные повязки, которые имеют несколько слоёв гидрофайбера, это специально обработанный такой хлопок, и губчатые повязки, которые тоже впитывают, они обладают высокой впитывающей способностью и могут работать несколько суток, что, в общем-то, очень удобно. Ну и у многих фирмопроизводителей, скажем, есть ещё повязки, которые повторяют анатомическую форму. То есть для пресса, для локтя, для пятки есть специальные формы повязки, которые хорошо достаточно фиксируются и облегчают и состояние пациента, и в значительной степени облегчают работу медицинских сестёр. Ну и в заключение я просто ещё раз хочу подчеркнуть те все положения, о которых мы говорили, что, конечно же, раны у пациентов при оказании паллиативной помощи, они тоже должны быть объектом внимания и медицинской сестры, и врача. И если эти раны не лечить или неправильно организовать уход за ними, то это влияет на пациента не только физически, но и психологически. И, естественно, и то, и другое ухудшает качество жизни пациента. А если мы правильно лечим, используем современные средства, то это влияет не только на улучшение физического состояния пациента, но и всего человека. Современные методы лечения ран, они обеспечивают не только качество жизни пациента, но и качество медицинской помощи. Хотя организовать на современном уровне оказание помощи пациентам довольно непросто. Но хотя бы знать об этом, я надеюсь, что сегодняшняя наша лекция поможет вам думать об оказании помощи этим пациентам немножко уже в более современном таком направлении. Благодарю вас за внимание. На вопросы, я думаю, мы с вами ответим позже по окончанию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!